Здравствуйте! В эфире «Время жить»! Программа о том, как укрепить свое здоровье. Сегодня мы обсудим такие важные темы. Часто болеющий ребенок. Как укрепить иммунитет малыша? Электромагнитные поля. Вред и польза. Пилатес. Самый безопасный вид тренировок. Диагноз «Часто болеющий ребенок» знаком, к сожалению, многим родителям. Длительный насморк, непонятный кашель, аллергия на лекарства, вечные, больничные. Очень важно в такой период знать о способах, как защитить организм малыша. О них мы расскажем дальше. Большинство родителей справедливо считают, что в яслях происходит знакомство их ребенка с различными вирусами, бактериями и другими агентами. Распознавая их, иммунитет малыша нередко дает сбой. Это правда, но отчасти. Дело в том, что наши дети поступают в ясли во второй критический период иммуногенеза. Дети болеют простудными заболеваниями в три раза чаще, чем взрослые. И маленький ребенок, когда приходит в детский сад, начинает болеть особенно часто. Это происходит из-за того, что к двум-трем годам происходит смена пассивного иммунитета, который ребенок приобрел от матери, на иммунитет активный, который он приобретает, сталкиваясь с инфекциями различными. Становление иммунной системы – процесс индивидуальный. Если малыш болеет ОРВИ 6-8 раз в год, волноваться еще не стоит. Это нормальный показатель формирования иммунной системы для малышей и детей, которые начали ходить в школу. А вот более частые случаи – повод для беспокойства. Поэтому о профилактике заболеваний не стоит забывать. Что же нужно для этого сделать? Очень важно обеспечить ребенку правильный режим дня, адекватное, правильное, полноценное питание 4-5 раз в день. Одним из важных условий здоровья ребенка является в этот период закаливания и хорошая психологическая обстановка в семье. Важный момент также в профилактике инфекции – это современные прививки, которые существуют. В настоящий момент они доступны. Они защищают от бактериальных инфекций. Если ребенок часто болеет, очень важно не заниматься самолечением, обращаться к врачу, который расскажет, что и как нужно делать. Иногда рекомендации бывают простые, но очень важные. Например, такие, как постельный режим, обильное питье, туалет носа. Когда дети болеют, они далеко не всегда хотят есть. Что делать в этой ситуации? Нужно ли заставлять малыша съесть ложечку за маму или папу? Как правило, во время болезни ребенок отказывается от еды. Не настаивайте. Главное, чтобы ребенок достаточно пил. Особенно, если у него высокая температура. Если он у вас не ест, вы ему в положенное время предлагаете пищу. Пусть он съест хоть ложку. Это тоже принесет пользу. Если отказывается, можно какое-то время подождать. Во время течения инфекции важно не злоупотреблять шоколадом и цитрусовыми, потому что они могут провоцировать аллергию. Как правило, чтобы разорвать круг болезней, необходим комплекс мероприятий, правильно подобранный доктором. Сейчас участковые педиатры, как правило, во время любой вирусной инфекции дети назначают иммуномодуляторы. Мы противники такой тактики. Ребенок должен болеть, он должен приобретать иммунитет. Он только, когда сталкивается с инфекцией, вырабатывает иммунитет и закаляется его иммунная система. Поэтому, когда ребенок заболел, если инфекция не тяжелая, совершенно нет никакой необходимости в приеме иммуномодулятора. Только дети, которые имеют какой-то дефект иммунитета, врожденный дефект иммунитета, должны получать специальные препараты, которые им назначат специалисты. Наболевший вопрос, как у многих родителей, так и у врачей – применение антибиотиков. Дело в том, что у малышей не всегда на фоне вирусной инфекции случается бактериальное осложнение. Поэтому решение о приеме антимикробных препаратов должно быть очень взвешенное и настороженное. В 90% случаев вирусная инфекция у ребенка течет без осложнений и не требует антибактериального лечения. Что касается профилактики заболеваний, не забывайте, что прогулки на свежем воздухе являются хорошей закаливающей процедурой. Гулять с ребенком желательно летом 4 часа в день, а зимой 2. Электромагнитные волны – неизбежные спутники бытового комфорта. Они пронизывают пространство вокруг нас и наши тела. Источники электромагнитного излучения согревают и освещают дома, служат для приготовления пищи, обеспечивают мгновенную связь с любым уголком мира. Но как эти волны влияют на организм человека – расскажем дальше. Технологический бум последних десятилетий привел к тому, что сегодня мы живем в окружении электромагнитных полей. Они повсюду – дома, на работе, в транспорте. Что несут для человека такие поля, вред или пользу? В Рязанском радиоуниверситете этот спорный вопрос изучали неоднократно. Мы же исследовали этот вопрос на таком серьезном уровне. Просто вот брали и омагничивали всевозможные растворы. Ну, прежде всего мы считаем, что магнитные поля действуют на кровь. И первый эффект, который мы заметили – это снижение вязкости. Снижение вязкости практически любого раствора. Это значит, что любой раствор, в том числе и кровь, начинает проникать в более мелкие сосуды, в капилляры, увеличивается скорость кровоток, увеличивается… Соответственно, увеличивается и обмен веществ. А раз увеличивается обмен веществ, начинается, в общем-то, улучшение состояния организма. Сегодня целое направление медицины и физиотерапия успешно используют электромагнитное излучение для лечения различных заболеваний. Так, например, у гипертоников оно нормализует давление. Это где-то началось уже лет 40 тому назад. К нам пришел у нас хороший друг, профессор медуниверситета, Кирилл Филипп Борисович, со своим учеником. И с такой интересной просьбой. Вот есть здоровый человек, есть больной человек. Вот если взять биополе здорового человека, перенести на больного, то больной выздоровеет. И вот как бы так вот перенести вот это биополе здорового человека на больного? Ну, так как у нас радиоинститут, мы, конечно, сразу хватили за электромагнитное поле. Исследования проводились совместно с медицинским университетом. В процессе экспериментов выяснилось, что хаотическое магнитное поле негативно влияет на живые организмы. Организованное магнитное поле, которое мы формируем, оно положительно действует на человека. А вот такое вот хаотическое, случайное воздействие различного спектра, различных частот, начиная от самых высоких, это вот частоты, допустим, от того же мобильника, частоты радиоизлучения, частоты электромагнитные, тут ведь множество проводов, так все они излучают. Вот эти воздействия, как правило, неорганизованные такие, хаотичные, случайные, они почему-то находят некие такие, значит, мишени у человека, и в результате некоторым людям это не на пользу оказывается. В результате возникают там и гипертонические болезни и так далее. Чтобы обезопасить себя от вредного излучения, в жилых помещениях достаточно грамотно расположить бытовые приборы. В их поле не должны попадать кровати, диваны, обеденный стол, то есть те места, где мы проводим много времени. Лучше эти влияния убрать. Ведь по нашим нормам, таким предельно допустимым, считается где-то два Тесла. Во, это очень сильное магнитное поле. При удалении от источника электрического излучения на двойное расстояние напряженность поля снижается в четыре раза. Это самый простой способ свести к минимуму воздействия излучения. Значит, включили вот эту микроволновку и отойдите от нее метром на дву, по крайней мере. Вот метром на дву. Вот на двух метров там уже практически ничего не остается. Нехаотичные электромагнитные поля действуют на человека иначе. Они могут помочь вылечить различные заболевания. А создавались они так. Известно, что электромагнитное поле у человека очень слабое. Понимая, что измерить его очень сложно, ученые решили его сформировать. Это получилось сделать. Сейчас в различных реабилитационных центрах и больницах мы имеем физиоаппараты. И вот сейчас мы уже выпускаем аппарат четвертого поколения, значит, мультимаг М, где уже вот это действительно электромагнитное поле, которое мы формируем вокруг человека, оно согласовано с биоритмами человека, с сердечной деятельностью, с дыхательной деятельностью, со скоростью кровотока, со скоростью движения лимб и так далее. Измеряет параметры человека и, соответственно, ЭВМ перерабатывает ее и формирует соответствующее магнитное поле. Так, как бы индивидуально приспособленное к человеку. Влияние электромагнитных волн на организм человека сегодня предмет жарких споров. Используя его под контролем врача, оно может помочь справиться с болезнью. Но может принести и вред, если забывать об элементарных правилах безопасности в быту. Пилатес – широко известная и популярная во всем мире система упражнений. Она была создана врачом, тренером, спортсменом Джозефом Пилатесом больше ста лет назад и получила новое развитие в наши дни в качестве одного из направлений фитнеса – тело и ум. Основатель системы Пилатес Джозеф Пилатес был хилый от природы с целым букетом серьезных недугов. Но он был наделен железной волей. Упорные занятия йогой, боксом и греко-римской борьбой сделали свое дело. И в 14 лет бывший гадкий утенок гордо демонстрировал свое атлетическое тело, работая моделью. Чудесным образом смиксовав восточные и западные фитнес-традиции, Пилатес разработал собственную систему оздоровительных тренировок. Своё боевое крещение она получила в годы Первой мировой войны и помогая восстанавливаться раненым солдатам на полях сражений. Позже ей увлеклись нью-йоркские танцоры и голливудские звезды. А уж с их подачи Пилатес завоевал популярность во всем мире. Пилатес – это функциональная тренировка, где одновременно идет работа всех групп мышц, одновременно с вытяжением. Но самое главное – она подходит всем абсолютно. Подходит тем, кто начал только заниматься, людям, которые восстанавливаются после травмы. И также она подходит спортсменам, которые занимаются давно. Основная цель – вернуть человека к его природному состоянию, придать целую позвоночнику силу, гибкость, выносливость. Вновь научить его двигаться так же, как он делал это в детские годы – свободно, легко и пластично. Пилатес учит держать под контролем собственный организм, а следовательно и вывести собственную жизнь на новый качественный уровень. Так как мышцы работают во время вытяжения, получается кровоснабжение мышц намного лучше, чем в простой обыкновенной тренировке, где идет сокращение мышцы. За счет улучшения кровообращения идет как бы лимфодренаж и улучшается питание к внутренним органам. Как бы происходит общее оздоровление организма. Поэтому пилатес – это такая, как бы можно сказать, волшебная тренировка, когда вы занимаетесь и как бы думаете, что вы делаете, и одновременно работа идет пресса, ягодиц и вытяжение позвоночника. Пилатес можно рассматривать как систему, направленную на исправление недостатков и нарушений, ведь недаром многие западные клиники предлагают ее людям, получившим различного рода травмы. Я всегда рекомендую эти тренировки людям, у которых проблемы с позвоночником, как восстанавливающие процедуры после перенесенных травм. Также людям, которые хотят научиться красиво двигаться и танцевать, потому что эта тренировка помогает овладеть своим телом, координироваться и улучшить осанку, и выровнять мышечный дисбаланс. За счет этого координация человек улучшается. Также подходит людям, которые страдают депрессией. За счет того, что улучшается мозговое кровообращение, как бы человек чувствует себя намного лучше, и качество жизни у людей улучшается. Чтобы достичь успеха в тренировке, выполняя упражнения, необходимо соблюдать следующие правила. Метод Пилатеса использует реберное дыхание, поэтому нужно стараться дышать грудью как можно шире, раскрывая ребра при вдохе и сокращая мышцы пресса при выдохе. Сам пресс должен находиться в постоянном напряжении, ведь он, по мнению Джозефа Пилатеса, является электростанцией нашего тела. Важна также концентрация, сосредоточенность на движениях. Один из навыков, которые необходимо освоить – тренироваться, не создавая ненужное напряжение в зонах, не находящихся в разработке в данный момент. А еще для того, чтобы достичь ощутимых результатов, необходимо заниматься регулярно. Всю свою философию основатель методики Джозеф Пилатес изложил в лаконичной фразе «Здоровье – первая составляющая счастья». Он полагал, что для достижения счастья необходимо мастерски управлять своим телом. Если в 30 лет вы закрепещены и не в форме – вы стары. Если в 60 лет вы подвижны и сильны – вы молоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова